здравствуйте уважаемые ученики пятых седьмых классов продолжаем изучать астрономию у нас пятый видео урок тема суточное вращение небесной сферы и так приступим суточное вращение земли это вращение земли вокруг своей оси с периодом в одни звездные сутки наблюдаемый проявлением чего наблюдаемым проявлением чего является суточное вращение небесной сферы то есть определение такое суточное вращение небесной сферы есть вращение земли вокруг своей оси с периодом в одни звездные сутки вращение земли происходит в том же направлении что и движение планеты земля врагу вокруг солнца с запада на восток то есть при наблюдении с полярной звезды или северного полюса эклиптики запада на восток при наблюдении с северного полюса вращение земли происходит против часовой стрелки надо сказать что используемые в россии понятия параметров вращения земли и параметров ориентации земли несколько отличается от международных это надо учитывать когда переводите зарубежные учебники если исторически к этому вопросу подойти то объяснение суточного вращения небосвода вращением земли вокруг оси впервые было предложено еще пифагорейцами такими представителями школы сиракуз астрономической школы города сиракуз это гикет и экфант то есть гикетом и экфантом также о суточном вращении земли много было разработано и пифагорейцем филолаем из кротона пятый век до нашей эры в платоновском диалоге тимей также есть указание на суточное вращение земли современное представление о суточном вращении земли стала формироваться в эпоху возрождения новое время ну прежде всего конечно это такие ученые как коперник и те кто его поддержали томас диггерс кристоф ротман михаэль местлин джамбатиста бенедетти симон стевен стевен и философ жордана бруно ну и некоторые другие надо сказать что гипотеза о вращении земли повлиялась гипотеза о вращении земли повлияла на становление классической механики но надо сказать что вращается не только земля соединенной с ней водной стихией но также и немалая часть воздуха и все что каким-либо образом сродно с землей вот так писал коперник о суточном вращении небесной сферы таким образом главную роль в наблюдаемость вращения земли играет увлечение воздуха и вращением такого же мнения придерживались большинство ну представителей астрономов которые поддерживали коперника в 16 веке ну и необходимо несколько слов сказать о значении изучения суточного вращения земли для развития науки осмысление научных проблем поднимаемого в теории вращения земли способствовало открытию законов классической механики и созданию новой космологии в основе которой лежит представление о безграничности вселенной вот несколько понятий которые также очень тесно связано с вращением земли это земля вращается с запада на восток ос вращение земли наклонена на угол 66 градусов 34 минуты плоскости земной орбиты то есть наклон оси вращения полный оборот в инерциальной системе отсчета земля делает за звездные сутки или за 23 часа 56 минут и 4 секунды линейная скорость вращения земли на экваторе на широте 60 градусов в два раза меньше чем на экваторе суперпозиция вращения земли вокруг оси с периодом в одни звездные сутки и вокруг вокруг солнца с периодом в один год приводит к неравенству солнечных и звездных суток длина средних солнечных суток составляет ровно 24 часа что на 3 минуты 56 секунд длиннее звездных суток какой же физический смысл вращения земли вокруг своей оси поскольку любое движение является относительным необходимо указывать конкретную систему отсчета относительно которой изучается движение того или иного тела когда говорят что земля вращается вокруг воображаемой оси имеется в виду что она совершает вращательное движение относительно любой инерциальной системы отсчета причем период этого вращения равен звездным суткам периоду полного оборота земли то есть небесной сперы относительно небесной сперы то есть земли все экспериментальные доказательства во вращении земли вокруг оси сводятся к доказательству того что система отсчета связана с землей является не инерциальной системой отсчета специального вида система отсчета совершающей вращательное движение относительно инерциальных систем отсчета спасибо за внимание до свидания на следующем занятии мы с вами изучим изучим тему 6 которая звучит так видим видимые движения планет и луна до свидания и и и и и и